Захват власти большевиками в октябре 1917 года положил начало одному из самых драматичных периодов тысячелетней истории российского православия. 20-30-е годы прошлого столетия стали для церкви особенно тяжелыми. Духовное образование попало под запрет. Религия высмеивалась, храмы закрывались, переоборудовались или разрушались, а церковное имущество изымалось. За время гонений на церковь под репрессии попали десятки тысяч священников. Их сажали в тюрьмы, расстреливали. Трагическим судьбам служителей церкви и посвящена книга «Святые наших дней». В этой книге сложная информация о новомучниках, исповедниках, подвижниках благочестия, пострадавших в годы гонений за веру в 20-м столетии. Среди них монахи, миряне, священники. Это наши предки, наши родственники, имена которых, к сожалению, до некоторого времени были забыты. Но совсем недавно Русской Православной Церковью были подняты архивы Федеральной службы безопасности. И открыты эти имена и их судьбы. И вот о них данная книга о наших земляках, которые для молодого поколения могут послужить примером веры, мужестве, стойкости. История о наших земляках открывается в документах и фотографиях, многие из которых уникальны и нигде ранее не публиковались. При подготовке издания была проделана огромная работа. Материал для книги собирался в разных архивах по всей стране. Протоколы допросов, воспоминания родственников. Выход этой книги очень важен для всех нас. Потому что мы с ее страниц узнаем о настоящих героях. О настоящих героях 20-го века. Которые хранили веру, которые воспитывали своих детей, хранили свои традиции, несмотря ни на что. За каждой строчкой непростая, но яркая судьба. Вот уже десятки лет передается из уст в уста история духовного подвига иерея Некандра Русакова, память которого свято чтит его многочисленная родня. В конце 20-х годов он служил настоятелем храма Казанской Божьей Матери села Марухам. Обвинив священника в участии в контрреволюционных сборищах и агитации, его выслали в Красноярский край. Но и там отец Некандр продолжил службу. Дома совершал литургию, тайно исполнял просьбы других ссыльных об отпевании, причащении, крещении. Однако вести об этом дошли в итоге до властей и Некандра Русакова арестовали. В марте 1938 года он был приговорен к расстрелу. И таких историй в книге несколько десятков. Конечно, поражает в судьбах всех этих людей то, что они были истинными патриотами своей родины. Да, понятно. Они для себя осознавали, что власть какой-то кучки революционеров, это еще не есть весь народ, это еще не есть Россия. Они никогда в своих проповедях не призывали людей к свержению существующего строя, а они призывали молиться. И поэтому вот этот героизм, это то, на чем можно сейчас воспитывать подрастающее поколение. На презентации было отмечено, что данное издание станет отличным подспорьем в работе краеведов и педагогов, воспитании молодежи в духе патриотизма. Книга будет полезна всем, кто интересуется культурой и историей. История вообще существует для того, чтобы ее не забывали. И история для чего вообще нужна наша история? Чтобы мы положительно брали для себя и обходили те отрицательные моменты, которые нас приводят к каким-то катастрофам, репрессиям. Эта книга была сегодня роздана каждому участнику. И судя по интересу, который она вызвала, она будет прочитана обязательно. Издание будет передано в школы и библиотеки Карачаева-Черкесии, где знакомиться с ним сможет каждый желающий. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова